так я ничего не вижу и не помню как это играть вся он тут tutor сверху запустился и там посмотреть всем привет экспериментальный формат для нашего проекта манжеты г.д. экспериментируем так сказать живое интервью во время совместной игры название еще не придумали кстати нужно будет выяснить весело можете да если вы смотрите этот видео подкаст можете придумать для него звали до формат будет что-то типа видео подкаст но посмотрим как пойдет короче первый гость нашего видео подкаста сергей гимель рейх да слушай я сайт пока вижу как там раз к разговорствовал я бегу за зайц я вообще не помню как играть эту игру чисто берем не раз выиграли я забыл все тут какие-то полосы есть про можно открыть метеорит летает кулом сверху он отлично я выполнил задание ништяк да если кто-то не знает игра называется эко она вышла сравнительно недавно типа я не знаю как назвать сурф и сурф вроде в общем какая-то сурф-давенчура или нужно до столкновения с метеоритом развить цивилизацию и спасти планет да 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 нам не удавалось принципе даже дом построить насколько сурф-давенчура там вообще ничего не сделали потому что игра я могу копать и мне надо куда-то в общем сергей когда слушать он расскажи расскажи как ты дошел вот такой жизнь ну во первых вы можете видеть что я играю с негром или просто так темно и тоже не вот никакого расизма как я докатился такой жизни ты знаешь я не буду вдаваться в подробности деторождения но я появился на свет да это было где-то в семидесятых годах представляешь какой старый вы просто появился на свет такой пол так все я буду делать игры не вряд ли же так это произошло конечно не так произошло спустя какое-то время когда я стал осознавать вот кстати интересно спустя какое время сейчас какой момент ты понял что вот это то чем ты хочешь заниматься мне всегда интересно как вот к этому приходят люди тоже меня есть собственная история на этот счет мне интересно как эти лучше вообще вопрос интересный потому что я впервые с играми познакомился когда в нашем городе открыли ну не считая советских автоматов да наверное советские игровые автоматы если ты помнишь были такие магнит морской бой была такая игрушка ралли эти автоматы по 15 копеек и я просаживаю просто какие-то гигантские по тем временам деньги выуживая их от родителей или там копя так сказать с сдачи когда мы ходили в магазин вот ну я ходил магазин соответственно какие-то там денежки мне доставались и вот я их тратил реально на автоматы игровые советские но кто-то тратил на еду надо сказать что конечно же не это привело меня в игровой индустрии это был просто первый интерес и вообще не только я интересовался я думаю что все мальчишки моего двора но реально интерес к этому появился тогда когда я узнал что в городе а это кашу в сознательном возрасте скажем так я жил в городе пинске это почти как минск но только это юг белоруссии и значит там открылся клуб компьютерных игр в котором стояли ты не поверишь отари компьютеры я даже таких не видел если честно да ну слушай я тоже не знал что вообще они существуют я впервые узнал как раз об этом когда пришел прочитал на клавиатуре там интересная клавиатура была такая такая серо-белая и сверху огромные четыре цветных кнопки я до сих пор не помню что это это был такой контроллер или это было реально ну такая странная короче клавиатура неважно в общем ну да это компьютер клавиатуру то есть ну компьютер находится внутри так ну да такие да и в общем я стал в этот клуб ходить регулярно это уже как раз были было начало 90 90 когда все везде всем было плохо но мне было хорошо потому что я стал и в общем я проводил там реально очень много времени после школы я туда бежал просто тратил кучу денег тоже опять же для того чтобы сидеть за компанией играть в игры и самые любимые игры которые там были первые такие классные игры это было первых пакман естественно это была реализация отаревская я не сдал до того что пакман уже был на аркадном автомате ничего об этом не сдал так это вообще законно ну смысле законно то что они сделали реализации они зале порт потому что у них было право на это естественно это был порт на тари отари вообще очень много игр издавала не двое тоже которые были придуманы японцами хотя надо сказать что в принципе все первые компьютерные игры появились все-таки в сша японии вот и это действительно стало для меня вехой ну то есть вот этот вот клуб вот эти вот компьютеры отари и впервые я задумался про разработку игр тогда когда в похожем клубе в том же городе на этих же компьютерах похожих тоже это вообще не за было странно что в постсоветскую страну привезли вдруг неожиданно достаточно редкие дорогие компьютеры отари они же это было где-то середина 90-х ты уже учился университете нет я еще не учился университете но я был близок к этому скажем так я школу заканчивал значит история какая была значит вот эти вот компьютеры компьютеры отари стали использовать а там надо сказать внутри не только игры были там были еще был еще интерпретатор basic а помнишь такой язык так вот если конечно я знанием писал и открыли курсы по программированию на языке basic а вот этих вот игровых отари естественно мальчишки вы приходили не только не только скажем так ходить статом программирует учиться в первую очередь дождаться момента когда позволяли поиграть в игрушке но на самом деле я туда приходил в том числе и программирует потому что это было реально круто и это было интересно и ну я много времени проводил там над написанием каких-то программ это в принципе было увлекательно потом я решил первый первая программа большая была игра чем это было текстовая адвенчура я бы вообще не знал ни как жанры называются не что это такое вообще что у него даже название есть я просто подумал что с помощью тех знаний языка basic которые у меня были можно написать игру ну соответственно первая моя игра была действительно написана на языке basic интерпретатор которого был встроен вот в этот отаре там было что-то вроде оригон трейла если ты помнишь такую игру да конечно любопытно что оригон трейл я о нем узнал вообще из журнала я прочитал то ли это была техника молодежи еще какой-то в этом журнале периодически опубликовались значит и описание игр и коды коды программ вот и соответственно вот про оригун трейл я прочитал в одном из таких журналов это там где ехал такой этот что да там едет как он господи назывался переселенцы вагончик такой вся игра представляет собой просто перемещение точки а точки б и различные события происходят в этом процессе случайно и то есть видишь и там что-то происходит и ты в каждый нужно сделать какой-то какой-то выбор ну там пойти налево или там я не знаю согласиться принять старушку на борт и она там окажется там какой-то ведьма или еще чего-нибудь что ты куда убежал я вот что-то с голову подыхаю тоже с голову подыхаю то есть найти хоть что-то съедобное не поймаю вообще как это делать типа вы слишком устали чтобы трудиться ну да я так чуй я еще и ящику путь еду можно о суши а тут же еда какая то есть грибы есть можно их есть вообще даже можно было костер вот сделать так я вот пытался но прогладывался так сейчас маус овер вот калорий мне пока да смотри грибы немножечко насыщает 200 калорий я восстановил мухоморы сейчас поем я тоже мухоморы поел но наоборот получилось там мухоморы минус 200 делал я еще два раза прожал ну ладно давайте вопросы задавая надеюсь ну вот я рассказываю соответственно это была моя первая игра это был была первая попытка можно сказать слушай я вот хочу сказать что я тоже с братом очень тогда но мне это было совсем мало лет то бишь мне было лет наверное 10 что ли что-то в этом роде короче и вот у меня был брат он уже учился в институте тогда и вот он он тоже ходил вот мы с ним тоже делали тексту игру кстати это просто было мне кажется проще всего ну тогда это было единственно что возможно реально бейсик тоже подали да да и графика честно говоря не позволяла в тот момент у меня уже это был полный 98 год не был компьютер и мы играли в дух ой не в думал в этот блат короче есть вератка блат хексом 3d херетик короче был вот и и кодали вот этот текст тип свою очень интересно так в итоге вот когда когда именно сделать именно свою жизнь профессия вот смотри после этого случая когда написал свою первую игру на вот этом несчастном бейсике я в итоге пришел к отцу как-то крошка сын к отцу пришел из как и сказала кроха вот значит да я пришел сказал суши я хочу типа компьютер ну папа естественно рассудил что компьютер хорошо там ребенок будет считать какие-нибудь там важные штуки значит учиться на нем до восприятия такое было ну да я здесь твердил что-то действительно для обучения нужен естественно мне интересовался всем нет интересовали игры потому что я об этом уже начитался в журналах юном технике технике молодежи и в журнале радио был такой же вот популярные издания и отец естественно все-таки до нашел в себе силы и деньги чтобы купить мне мой первый комп мой первый комп был микроша это было советское производство название неплохое скажу сразу ну да это тоже принципе он представлял собой такой тоже клавиатура с клавиатура внутри которой встроена плата компьютера самого и он подключался к телевизору мне тогда был старый в комнате стоял черно-белый телевизор я к ним подключал этот компьютер все программы записывались и загружались с обычных кассет как сейчас помню огромный магнитофон комета который стоял такой я помню они очень долго грузились они грузились долго потому что это в принципе запись была последовательная то есть байты записывались на вот эту ленту в виде последовательности естественно там но программ были конечно небольшие то есть там килобайты они измерялись килобайт игра игра весила несколько килобайт я представляю что все разрабы стремятся к чтобы их три половины игра весила несколько килобайт на мобилке бесполезно конечно сейчас таких не бывает и не будет до суть не в этом тогда это было много тогда еще не было таких крупных значит вообще в принципе компов и больших винтов там ну соответственно отец купил компьютер мне его красиво так подали все такое я все это подключил и а в компьютере то был на самом деле не basic нифига в этом компьютере надо было кодить в машинных кодах и на ассемблере я реально начал учиться кодить практически на машинном уровне это было очень круто это был прям такой ревелап очень мощный ревелап с точки зрения программирования ну а тебе в смысле это нравилось? мне очень это нравилось реально мне кажется что я забил на все забил на учебу по полной программе я так понимаю что ни о каком там простите геймдизайне тогда вообще даже речи я даже слова такого не знал я единственное что знал что есть игры и что очень хочется делать так же как там только лучше но самое забавное что мне удавалось на ассемблере делать игры я сделал несколько игр как сейчас помню когда еще вышел фильм терминатор помнишь такой фильм да я сделал игру которая посвящена потому что ну какие впечатления на то время терминатор был просто огонь фильм это просто был ну верх спецэффектов вот этого всего я сделал игру я сам придумал что такое спрайт я даже не знал что такое спрайт я придумал сам понимаешь ну то есть чтобы рисовать квадратики пикселами таким образом изображение придумал анимации сам сделал функции на ассемблере которые эти анимации воспроизводят то есть ну для меня это все было в новинку естественно тоже давно было 70-х годов известно всем ну имеют у разработчиков я я ничего не знал об этом поэтому я все писал как бы ну как писалось что я бегу кругами рассказывают то есть найти еду ты бы грибы бурнал мухомор они все отнимают а ты куда вообще убежал а вон ты бежишь у меня тут уже производство уже ворк бенч он перед вовсе давай чем-то помогут мне скажу что делать на такой-то удобней слушай я сам не пойму я вот ворк бенч засовывают доски и достаю оттуда короче что то что он производит давай хотя бы это я честно говоря не уверен что это и для чего это нужно ну ладно ну вот значит продолжай эту историю я буду искать ресурсы тащить их сюда так как не кажется но продолжай эту историю я соответственно так что-то не могу а запилил терминатор терминатор реально-то сделал эту игрушку и это было реально очень круто и мой друг с которым мы тоже просиживали не один час за компом он восхитрился тоже все при довольны все были счастливы этому был мой первый гим деф так сказать вообще в принципе не знал что он существует после от программисты и пишут программы делают игры да я об этом ничего не знал и вообще информации об этом мало было потому что интернет как такового в то время такого развитого не было ну ладно все естественно всю информацию мы собирали по книжкам потом появился компьютер под названием zx спектрум вообще-то суши долгая история артём давай может быть мы ну мы можем сразу метнуться типа рассказываешь историю как ты к этому пришел вот мне было интересно именно в какой момент именно пошел на работу или так что что-то сделал если устроился куда-то и как ты вообще попал в индустрии как я попал в индустрию ну значит да нас через красный диван подумал красный диван здесь бы конечно не помешал было бы проще смотри на самом деле первые игры я стал делать на флэше уже позже но которые конкретно уже были игры коммерческого уровня аду да да потому что до этого в основном я занимался чем то есть вот мой пик моей карьеры на то время это конец 90-х был это в веб и в вебе я делал какие-то там простенькие игрушки на сайте да там на уровне javascript или там к примеру на уровне флэша флэш уже появился 3 4 версия это был этот макро медиа наш вот супер технология на то время это считалось что просто взорвет интернет я я молчу вообще про этот самый в рмл потому что если ты знаешь свое время на заре конца 90-х начала нулевых считалось что интернет превратится целиком полностью в 3d до что быть трехмерный язык то реально трехмер виртуальный там там прям про виртуальную реальность все говорили всерьез и считалось что вот еще чуть-чуть и все сайты станут прям реально трехмерными мирами то в которых будут ходить люди разговаривают с другом аватары вот это все неплохо во первых копилкам были слабые во вторых все таки это было очень удобно все и это все утопично достаточно был хотя об этом говорили много и если ты погугли что найдешь язык в рмл который вот как раз 90 годов еще идет с ним все в порядке он есть такой стандарт на нем писали сайт они были реально трехмерный вот ну суть не в этом в общем макро леди сделала совершенно гениальную вещь она сделала интернет интерактив несмотря на то что слышать сейчас уже все ушли вот но благодаря именно макро медиа интернет стал интерактив вот эти все красивенькие такие переключения анимации сайтов это все да все я вспоминаю я же тоже начинал на этом что-то делать это хотел вот по соответственно как раз я занимался веб-дизайном у меня даже была под конец 90-х своей небольшая студия делали сайт и все такое в общем первые реальные игры которые используются коммерческих продуктов это были флешек так я пойду пока рубить а ты что-нибудь строя то у нас получится видео в котором мы просто тупо бегом круга не скучно я кажись построить просто власть просто класть 100 класть и все деревне искать деревню вот значит продолжать эту историю но соответственно первые игры коммерческие они были значит сейчас до на флэше это и в основном это были такие инженерные игры то есть игры которые объясняют действие физических эффектов это было серьез games называемый да я делал для одного из проектов инженер который назывался феноменон это проект который позвал помогал инженерам находить новые какие-то решения изобретений в каких-то я делал сначала просто flash мультики которые показывают физические эффекты а потом даже небольшие интерактивные игры где надо было там что-то переместить что-то работало ну то есть такие короче физические эффекты в играх по сути такие ну довольно простенькие игры да там на на два-три клика грубо говоря это вот именно коммерческих же естественно мне хотелось сделать что-то большое вот большие игры я стал делать уже в начале нулевых устроившись в компанию программистом которая называлась продюсерский центр школа и там мы делали первые игры именно обучающие для детей это были в общем такая как сказать из первых игр которые вспоминают о приключении капитана румпеля например то есть то есть зашел с программистом да я начинал программистом да я там был сначала просто программистом потом до ведущего добрался потом вырос до пьема но естественно про геймдизайн тогда тоже только слыхали и хотя параллельно развивались другие игровые студии мне возможности устроиться туда не было чисто физически и чисто потому что у меня не было никакого опыта в петербурге были студии там креат например уже появился но я про креат ничего не знал то есть я параллельно развивался в итоге я сделал диск как раз два диска было вот с этим капитаном румпелем игра оказалась на самом деле довольно прикольная до сих пор у меня есть где-то на дисках валяется вот я ребенку даже своему недавно так давно показывал и в общем все очень весело это игрушка про крабика который учит математике и там окружающему миру ну типа элементарным каким-то вещам и я ее кодил и я придумывал в том числе различные игры там внутри то есть эта игра состояла из квеста и мини-игр это вот практически мой был первый диск тогда что на дисках игры выпускали на развале в магазинах и это был мой первый диск он продавался с книгой издательство дрофа такая была которая как раз эту книгу издавала в этой книге были как раз тексты про то чем учат а этот диск прилагался в качестве такого обучающей игры вот это был мой первый опыт уже можно сказать в геймдеве потому что это же можно назвать геймдеве нет у кого-то был хороший серьезный киндев что время и которые не корса ну тогда уже была компания тело это начал нулевых тогда уже была компания ну креат было и в 90-х даже она уже перевела серьезные игры между прочим вот я так и в итоге как раз ты попал в серьезные нет это тоже серьезная игра пола артём я не спорю я считаю что игра для детей это серьезная классная штука вообще мне кажется даже где вообще вот это сложнее даже дело то есть я сейчас модель мультики какие дела развивающие я честно говоря даже не знаю как они вот как они понимают что конкретно нужно делать для того чтобы дети вот конкретно развивать ну и там с психологом очень сложно да мне кажется . это сложно во-первых потому что сами психологи не понимают как работают игры надо это объяснять и они не хотят понимать мне кажется если они там присутствуют то консультирует просто что на что на каком этапе развития ребенка да так и есть ой так и что-то я я хочу есть а мне ничего есть вот значит продолжаю эту историю в серьезные игры я попал ну скажем уже не в свою контору потому что на самом деле европейский центр школы переросла потом в компанию литер лап это мы уже делали например я сделал два диска по рыжему а по был такой о вебель да она очень популярный бренд в то время всякие сорти выпускал не запомнишь ты или нет там да даже ушастый смешной человечек короче проблем я не понимаю как построить дом площадку для дом как раз делаешь я тут просто написано тут что-то написано на английском но я не могу короче от интерпретировать так чтобы нет я вроде читаю но я не понимаю что конкретно сделать так ладно я пока буду площадку стоит так вот для два диска по рыжему тогда уже выпустил продюсерский центр школы и мне дали карт-блаж типа вот и крутой серёга типа программист еще и вроде как дизайнер хотя тогда и так не назывался я был просто типа project manager и там программист давайте по сделаем настоящую студию назовем ее там alter lab и в общем будем фигачить настоящие игры серьезно и тогда появилась бешеная скалоласка но я еще до этого не буду рассказ про там еще история была про анимации я занимался некоторое время еще анимации это отдельная история а вот скалоласка она появилась до тогда от компании новый диск фильм как раз тогда книга была популярна даже работал в новом диске нет новый диск а издать скалоласки я хотел ее бром найти ну блин она только на торрентах это непонятно в каком состоянии не стоит мне стыдно на самом деле я не знаю я видел обзор я видел обзор там играл чувак не он почему-то и и неприятно не отзывал но на вид вид абсолютно нормально здесь я не понимаю это был мой первый опыт он был очень сложный потому что во первых я никогда до этого не делал трехмерных игр ну таких прям серьезных еще там уже это же была попытка сделать российский этот бомбрайдер тем более тем более конечно такой вызов вы приняли большой вызов но этот вызов в итоге все равно привел к тому что я ушел из альтер лаба именно по причине того что я перегорел в смысле я очень серьезно заболел я не мог работать у меня просто ну как-то тебе объяснить короче когда выгорание происходит понимаешь значит я реально выгорел я понял что я много ошибок совершил я все грабли какие только можно было я поставил перед собой еще и программисты которые то есть у нас команда была неопытна понимаешь поэтому мы делали еще не работал кстати очень прикольный товарищ из камеруна африканец да как вот на русском на английском и французском языке он был лид программистом на этом проекте не поверь на зетку делу возили он просто в в интере жил вот он приехал учиться видимо там потом работу искал вот у нас нашел работу интересно звали ваки интересно но в канаду вы как и потому их но суть не в этом значит суть в том что конечно же мы наделали огромное количество ошибок но хорошо под движок купили они стали свой писать когда это было модно да уж мы купили гембрио на котором делалось делать как шпионская игра известная уже забыл название но довольно известный движок вот но это нам не помогло все равно сделали плохую игру и я считаю что дамы и выпустили окей а что конкретно там был плохо там было много багов там было были был плохой level design причем я сам этот левел дизайн пробовал делать это был первый опыт и он был ужасен но я не буду распинаться эта игра боль поэтому не хочется понять хорошо но слушай у разных людей с разными воспоминаниями я считаю что конечно же игра была неудачной хоть она и вышла и в актером даже продалась просто фильм вроде как тоже что-то там но смотрели и покупали и вроде тоже хорошо прошел ну не суть вот о чем ходим в ночи пойдем куда-нибудь собирать еду